Всем привет! Меня зовут Даша. Я вернулась в Петербург из Новосибирска. Я обязательно опубликую видео о Новосибирске. Сегодня 2 апреля, однако в Петербурге всё ещё лежит снег. Зима в этом году затянулась, но это нас не расстраивает, потому что светит солнце. Чудесная погода для прогулки. Каждое воскресенье мы с мужем ходим в общественную баню, прям как в фильме «Ирония судьбы». Только там мы, конечно же, не пьём алкоголь, мы пьём травяной чай. Кстати, если вы не смотрели моё видео про нашу баню на даче, ссылка появится в углу экрана видео на английском. Конечно, в функции бани входит не только очищение тела. Мы не только моемся в бане, не только моем голову и тело, но также расслабляемся и отдыхаем. Баня помогает расслабить мышцы и зарядиться энергией. Когда я хожу в баню, я беру с собой вот такую сумку. Можно взять пакет. Мне обязательно нужны тапочки, резиновые тапочки. Шапка для того, чтобы защитить мои волосы, когда я буду париться, когда я пойду в парилку. То, на чём я буду сидеть. Также я возьму мочалку и возьму два полотенца. Шейла, тебя я брать с собой не буду, но я знаю, что ты очень хочешь сходить в баню. Я также беру с собой шампунь, который я наливаю вот в такую маленькую бутылочку. Только, пожалуйста, не смейтесь. Кондиционер для волос я налила сюда. Это специальная баночка для анализов. Я её купила в аптеке, чтобы взять анализы у моего кота. Но она мне не пригодилась, поэтому в ней я ношу кондиционер в баню. Мой муж также берёт с собой веник, но сейчас у меня его здесь нет. Обычно мы ходим в баню на полтора часа. Типичная общественная баня состоит из нескольких отделений. Холл, куда вы приходите. Кабинки, где вы раздеваетесь, оставляете вещи. И берёте с собой то, что вам необходимо. Затем вы идёте в душевую. Там вы принимаете душ. Там можно отдохнуть. В нашей бане даже есть шезлонги, на которых можно полежать. Там также есть турецкий хамал, парная и комната для массажа. Место, куда мы едем, называется Московские бани. Находится в десяти минутах езды от нашего дома. Я хожу в женское отделение, муж ходит в мужское. Один час в женском отделении стоит 600 рублей. Сегодня я была первым посетителем, поэтому смогла спокойно снимать. Вот так выглядит комната, в которой я переодеваюсь. Душевые кабины, джакузи, холодная купель, в которую приятно окунуться, и парная. Здесь очень жарко. Чтобы появился пар, нужно поддавать, то есть наливать воду на горячие камни. После бани мы решили позавтракать на московском рынке. Там отличный фудкорт. Я заказала фильтр кофе, муж заказал капучино. Позавтракав, мы решили поехать на Финский залив, в Сестрорецк. Там длинный пляж. Мы ехали вдоль реки Фонтанке, наслаждались архитектурой Санкт-Петербурга. Финский залив, в Сестрорецк, наслаждались архитектурой Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Продолжение следует... Приехав на пляж Сестрорецком, мы увидели кайт и виндсерферов. Был сильный ветер, мы немного замерзли, поэтому решили поехать в Комарова на Щучье озеро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...